Рисовать одной левой. У Екатеринбурженки Екатерины Бессоновой рассеянный склероз. Часть тела ее просто не слушается. Но это не помешало стать не только счастливой мамой, но и профессиональной художницей. В столице Урала открылась персональная выставка Екатерины. Юлия Дегтяникова с подробностями. Для того, чтобы положить следующий слой краски, нужно, чтобы предыдущий немного подсох, но причем не высох полностью. И еще десятки тонкостей работы с маслом знает Екатерина Бессонова. Творить ей не мешает даже рассеянный склероз. Заболевание проявилось 15 лет назад. Сейчас у женщины практически не работает правая половина тела. Пришлось учиться держать карандаш заново. Парадокс в том, что писать левой рукой за столько лет я так и не научилась. Хотя пыталась, даже прописи какие-то детские, крючочки, палочки писала. Но так и не смогла. А рисование пришло само. А не менее постепенно переходит на левую сторону. Но Екатерина продолжает рисовать. Ей 34 года, а в мир искусства она погрузилась лишь полтора года назад, когда вдохновилась работами известного художника. Начала изучать рисование по видеоурокам. Теперь в ее квартире царит творческий беспорядок. Почему она вверх ногами? Потому что она так сушится. У нее прокрашен низ, а верхняя часть уже просто была прокрашена раньше. И она уже успела высохнуть, пока я рисовала картину. Работа над картинами помогает начинающей художнице справляться с болезнью. Регулярные упражнения для мелкомоторики важны, уверена Екатерина. Она воспитывает семилетнюю дочку Таню. Рассказывает, девочка не по годам самостоятельно. Еще нужно четыре дня в неделю заплетать на танцы. Начинаем заплетать заранее, буквально за час. Иногда с третьей попытки даже ничего не получается. Поэтому Таня уже там доплетает все сама. Рассеянный склероз неизлечим, но Екатерина не отчаивается. На днях открылась уже четвертая выставка ее картин в галерее современного искусства в Солнечном. Здесь представлено около 30 работ. Этот диптих со львами – самый любимый. Это такое мужское и женское начало в одном. Очень долго думала, каких бы животных взять для этой картины, которые бы явно показали отличительные признаки мужчины и женщины. Почему-то львы мне показалось, что это лучше продемонстрируют. Представители галереи отмечают, посетители часто интересуются картинами Екатерины. Три из них уже купили. Многие работы начинающей художницы разъехались по разным городам России. Юлия Дегтяникова, Сергей Шестовских. Новости 4 канала.